Я уже говорил много раз о том, что саму по себе вот эта вот связь с сердцем между людьми, когда у них связь сильная, то появляется чувство, ощущение, что что-то будет. Появляется желание, ожидание сильное сразу и вместе со всем этим появляется также иронимость, поэтому кризисы неизбежны в отношениях, потому что сильно хочется очень от близкого человека счастья, а счастье это вот как только душа родилась, она так хочет счастья, без счастья никакой жизни нет, а хочется счастья. Ну а счастье кто тебе будет давать? Тот, с кем ты живешь, правильно? И это, ну вы допустим скажете, да не хочу я от него уже никакого счастья. Но если вы не хотите никакого счастья, тогда вы не будете нервничать, не будете злиться, не будете обижаться, не будете ругаться. Будьте спокойны все воспринимать. Но если вы не спокойно воспринимаете, значит хотите счастья. Так? Вот решили этот вопрос. Значит кризис неизбежен, правильно? Потому что каждый человек сначала нарывается на боль в отношениях, а потом уже счастья же все равно хочется, потом начинает думать, как же его все-таки добыть. И вот этот мир вообще весь-весь, только вот многие люди думают, блин, мне так не повезло, вот сейчас бы другого человека встретил, все бы было нормально. Вот люди же все нормальные вокруг, вот я смотрю, все нормально общаются, разговаривают. Такие все ласковые, добрые. Вот. У всех лебедушки, да, у меня бедоносец. Помните, любовь и головы, ругалась, перечитала она. Вот такие мужья лебедушки, у меня бедоносец. Вот. Потому что есть разница между просто отношениями и близкими отношениями. Вот все девушки такие нежные, ласковые, такие хорошие, но в близких отношениях становятся... И мужчины тоже все такие хорошие, ласковые, в близких отношениях начинаются проблемы. И люди думают, блин, что-то не повезло, давай поменяем. В следующий раз то же самое, потом опять не повезло поменять. А благочестие же заканчивается, и чем меньше благочестия, тем хуже человек остается. Поэтому всегда по наклону вниз. Ну, как бы... Ну, если ты работаешь над собой, может чуть-чуть лучше, но опять не сильно меняет ситуацию. Но в основном всех вниз по наклону. То есть... Первый умный был дитина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Не надо никого менять. Но кризис – это начало. Всегда кризис – это начало. И весь этот мир, вот весь, в котором мы живем, он создан для знаний. И поэтому так здесь все устроено, чтобы мы учились развиваться. И когда у человека уже есть знания, причем есть знания, три уровня знаний. Вот, допустим, человек векции послушал, он, ну, знает, что... Вот вы уже знаете, много раз слышали векции, что любовь – это игра. Сначала вам кажется, что Олег Геннадь что-то сочиняет. Какая игра вообще? Причем это игра? А зачем мне говорить неправду близкому? У вас много вопросов возникает. Вы не понимаете, зачем это все надо. А потом постепенно вы знаете, что надо близкому человеку говорить то, что ему нравится, чтобы он был счастлив. А не то, что тебе хочется вот сказать. Понимаете, если ты ему говоришь то, что ему нравится, это не значит, что это вообще неправда. Ну, как бы ты ему говоришь, что у меня такой хороший. Это же правда. Что, он плохой, что ли? Бандита-бенстерита, что ли? Он хороший человек. Ну, просто, может быть, ты не считаешь его таким хорошим, как ты говоришь. Но всегда надо лучшее человеку преподносить. Самое лучшее, когда отдаешь все, то тогда это и есть любовь. Мы говорили с вами, что любовь – это чистая вещь. Вот влюбленный. Почему человек влюбляется? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру. Что такое? Мы же не понимаем. Я вот люблю и все. Зачем я его люблю? Непонятно. Ну, во-первых, у человека есть божественное и человеческое. Слышите об этом лекциях? Я вам рассказывал много раз, что вот рождается душа на свет. Маленький ребенок. И Господь его одаривает божественными качествами. Это не человеческие качества, это от Бога. Женщину Господь одаривает нежностью, добротой, состраданием, желанием заботиться, верностью, интуитивной чистотой. Она чувствует чистоту в женщине. И без знания отношений не бывает. И не просто знание вот такое, знаете, вот вы услышали, что есть божественные качества в человеке. Вот рождается человек, и Бог дает ему женщины, женские божественные качества, мужчины, мужские. И когда, что такое влюбленность, почему люди влюбляются? Он открывает эти качества, понимаете? Вот никого ты не увидишь эти качества, у него ты увидишь. И это подсознательно происходит. И ты влюбляешься в человека, видишь божественные качества в нем. А плохие не видишь. А когда вы строите отношения, то включаются и божественные, и плохие. Но божественные, чтобы включились, для этого нужно знание. Без знания божественные качества не работают в человеке. Без знания работает в человеке судьба. Потому что судьба тоже, она никуда не делась, понимаете? И чем сильнее, здесь закон такой. Вот мы хотим этого, не хотим. Чем сильнее мы, а любовь означает приближение людей. То есть она берет и прямо вот в сердце, очень близко ты чувствуешь сердце человека. И он твое сердце чувствует близко. И в это время включается судьба. А судьба это что такое? Это такая сила, которая близкого человека заставляет в тебе видеть недостатки. И это вызывает у него сильную боль. Потому что, ну он так как бы, заявлено было чистая светлая память. Влюбленность это же чистая светлая память. Было заявлено вот это. А получается что-то другое. И человек очень сильно удивляется. Почему вот это вот возникает возмущение? Это удивление на самом деле. Ну что такое? Почему ты так себя ведешь вообще? Это как бы, это не было заявлено. Я-то как бы любился в другое совсем. И вроде бы то, что я увидел, это как-то не включается. А то, что я не видел, это включается. Какой-то обман получается. На самом деле никакого обмана нет. Просто только через знания божественные качества переходят. Ну ты можешь включать свои божественные качества и в другого, близкого человека только через знания. И знания означают, что ты говоришь о том, что ты чувствуешь в человеке, а не то, что ты видишь. Один послушник спросил у своего наставника. Как мне свою жену всю жизнь убить? Он говорит, ты вспомнил, как ты ее увидел в первый раз. Вот вспомни, что ты увидел. Вот это и смотри всю жизнь. Вот всю жизнь ее... Ну, чего бы ты ни видел потом, не считай это правдой. А вот то, что увидел в первый раз, такой и считай свою жену всю жизнь. Вот это будет любовь. Понимаете? То есть любовь означает знание. То есть ты настраиваешься на самое лучшее, на самое лучшее. Постоянно настраиваешься на самое лучшее. И не хочешь замечать плохое. Волевым усилием таким. И в том числе и в отношениях. И потом надо еще знать, как Бог видит людей. Вот Бог, допустим, видит девушек какими? Девушки, знаете, каким вас Бог видит? Вот вы, когда на зеркало себя смотрите, вы думаете, Господи, какая я хорошенькая. Какой дурак мне достался. Вот такими же хорошенькими вас Бог видит. Вот вы на себя смотрите и видите в себе красоту женщины. В зеркале видите себе красоту. Вот такими же видит вас Бог. Потому что Он вам и показывает эту вашу красоту, ваше зеркало. Понятно? Он вас видит очень красивыми. И поэтому мужчина должен говорить женщине то, что видит Бог, а не то, что Он, допустим, разглядел. И раньше тебя не понимал, теперь понимаю. Вот ничего ты не понимаешь. Ты раньше, когда Бог тебе показал, ты понимал. А теперь ты ничего не понимаешь. Потому что ты увидел свою судьбу в близком человеке, а не человеке. Вот знаете, что вот вы, допустим, если разойдетесь, то ваш муж, он с другой женщиной станет другим человеком. Знаете об этом? Он будет по-другому себя вести. Что-то останется общее, но много будет другого. Он будет по-другому вести себя, по-другому поступки другие совершать. Потому что умные достались умным, а я досталась тебе. Люди одинаковыми качествами взаимодействуют друг с другом. Понимаете? Одинаковыми качествами взаимодействуют. И они одинаково плохими качествами взаимодействуют друг с другом, пока не получают знания. А знание о чем говорит? Знание говорит о том, вот смотри глазами чистоты на человека всегда. Учись видеть в нем самое лучшее, он таким будет всегда рядом с тобой. Вот замечали, допустим, ты приходишь в школу. Первый раз приходишь в класс, в котором тебе надо учиться. Ты приходишь, и учительница смотрит на тебя, улыбается и говорит, какой хороший мальчик к нам пришел. И все ученики смотрят на тебя, какой ты хороший мальчик. И все такие с тобой очень вежливо, нежно разговаривают, пока ты начинаешь делать глупости. Да? Всегда кажется, что очень хороший мальчик вот сначала. И очень хорошая девочка в школу. такой. Вот. И таким вот хорошим мальчиком, хорошей девочкой надо считать человека всю жизнь. Что бы он ни делал, это все наша судьба действует через него. Вот что делает человек, то наша судьба. Это не он сам. Я когда свою жену вижу, ну вообще просто вижу, я сразу раз вот так вот и смотрю на нее с удивлением. Как Господь бы на нее посмотрел. Ей так нравится. Каждая девушка нравится, когда на нее смотрит как с удивлением, какая она красивая, какая хорошая. Да? Нравится же всем женщинам, потому что они вот такими себя чувствуют. Вот женщина когда рождается, она чувствует себя красивой, хорошенькой такой, правильной, честной, доброй. Вот она себя такой чувствует. И нам на нее так смотреть. Мужчину когда видишь сразу, ну вот такая гордость сразу. Какой мужчина. Ему будет очень нравиться это. Потому что Господь такими видит мужчин все. Ну как радыми, сильными, такими благородными. И когда на человека такими глазами смотреть, уже начинается любовь. А почему мы такими глазами не смотрим? Потому что он меня не сделал счастливым. Я поэтому не буду на него такими глазами. А вы будьте, будьте смелее. Вот он вас не сделал, а вы его сделаете. Знаете, что значит самодостаточный человек? Самодостаточный это значит, что человек будет всех делать счастливым по-любому. Как бы они к нему ни относились. Просто есть два варианта людей. Есть люди, которые зашли за красную линию. А есть, которые не зашли. Помните песню? Мы друзей зашли и прощали. Лишь измены прости не могли. Ну вот, если человек за красную линию не зашел. Он как-то с тобой живет. Терпи, прощай, люби, радуйся человеку. Встречай его как в первый раз. Как только он предал тебя. Поставь, до свидания. Пускай докажет, что он хочет тебя любить. Пускай докажет тебе. Предательство не надо принимать в свою жизнь. Никогда. То есть, предал. Все. Живи на другой стороне улицы. Не в моем сердце. А пока не предал. Любить. Радоваться. Прощать. Терпеть. Быть верным. Всегда. Таков принцип жизни. Вот. Поэтому становитесь смелыми. В любви правда не нужна. Нужна смелость. Смелость означает смело относиться к человеку очень чисто и светло. Несмотря на то, как он себя ведет. Когда плохая карма заканчивается, он начнет себя вести хорошо. Это все от судьбы зависит. Вот у тебя действует плохая судьба, люди будут тебя мучить. Как только плохая судьба закончилась, они будут тебе дарить счастье. Что думаете, меня всегда вот так люди любили? Да? Нет, меня читали в институте допустим. Я вообще странным там был человеком, меня читали в основном. Я же там лекции не читал. Говорят, я не был один иначе. Я просто студент. Ну, после четвертого курса я начал считать лекции. Но студенты меня все равно считали немножко это. Ну, было почему так считать? Я, допустим, стоял на снегу босиком делать зарядку с утра в плавках на улице. Все бабушки из дома садились в окна. Делать нечего они, скучали. Интернета не было тогда. Садились и смотрели в окно, как я зарядку в плавках делаю. Потом ты тру воды рядом со мной стоял, я на себя ведро обливал. Одевался сразу и шел в институт. Ну, пешком я ходил. И пока шел, у меня волосы покрывались коркой такой. Я с этой коркой всегда заходил в институт. Я ходил в таком... Ну, такой... Пиджачок такой. Ну, как... Кожаный пиджачок такой. И зимой и летом одним цветом, короче. Мне нравилось мерзнуть. Вот. Потому что, пока на институт сидишь, голова перегребается. А так, немножко померзнуть. И потом пойти. И отогреваться. Ну, и там, соответственно, странный человек совершенно был. Какими-то непонятными способностями. Ну, там, этот... Преподаватель, я говорю. По терапии меня спрашивает. Определи. Ну, там пациенты же... Мы же учимся в институте, там больные. Говорит. Определи зону поражения, воспаления легких. Я говорю, зона поражения такая-то. Он говорит, ты же еще не пропальпировал. Я говорю, да я и так вижу. Ну, хорошо, если хотите, я пропальпирую. Пальпирую, там стук как бы... Там по стуку все определяет. Ну, вот, говорю, видите. Он говорит, да как ты определил сразу? Так я, говорю, вижу. Одна девушка подходит, говорит, ты видишь? Я говорю, вижу. Ну, скажи мне, как я лето проведу? Когда я поеду в отпуск. Я говорю, ну, это ведь зависит от твоего поведения, говорю. Если ты будешь хорошо все это, то все будет у тебя хорошо. А если ты будешь плохо себя вести, там, выпивать будешь. Буянить. Вот. То попадешь в аварию. Ну, не погибнешь, но поломаешь конечность. Будешь в гипсии сидеть. Вот. Вот. И если будешь сильно пить, то у тебя прямо в квартире твой друг, который будет с тобой пьянствовать, помрет. И она такая, ну, ты вообще странняк. Ну, так она меня прикололась надо мной. Пошла, короче. Приезжает Света такая, смотрит на меня квадратными глазами. Ну, ты что, говорит, меня сглазил? Я, говорит, в аварию попал, мне ногу сломало. И у меня, говорит, с перепою, говорит, друг прямо об этом не проснулся. Говорит, помер. Я, говорю, так я вот тебе просто о чем говорил-то, говорю, что надо нормально отдыхать без спирта. Ну, больше никто за предсказаниями не приходил. Ну, там закончилась предсказательная практика. Ну, вот так у меня с людьми там все было. Ну, когда я начал лекции читать, постоянно желал людям счастья, я как-то молился и в молитве увидел, молитву прямо я увидел, как надо настраивать, ну, как надо общаться с людьми. И я прямо вот, прямо я молился и такое услышал прямо в небе, такое «Я желаю всем счастья». Вот такую вот фразу услышал. Потом я узнал через много лет, ведок узнал, что, оказывается, это древняя молитва. Есть такая лидическая древняя молитва «Я желаю всем счастья». Я начал повторять с людьми «Я желаю всем счастья». В Самаре до сих пор, когда я приезжаю читать лекции, то ко мне на лекции приходят люди, которые ходили ко мне на лекции, когда мне было 24 года. Вот уже 34 года они слушают мои лекции. Вот. И постепенно люди стали любить все больше, потому что я больше и больше вкладывался в них, больше желал счастья, больше думал о людях, помогал им. И чем больше я это делаю, тем больше любви вокруг, и тем больше видно чистоту человеческую. На людей смотришь и больше видишь в них чистоты, любви, красоты человеческой. И больше, и больше, и больше это все по нарастающей идет. Чем больше ты их любишь, тем больше они тебя любят, тем больше чистоты и счастья в отношениях. Точно так же в семейной жизни. Нет никакой разницы. Надо просто повторять счастье близкому человеку, желать счастья ему, мысленно радоваться ему, когда видишь его, радоваться по-настоящему, шутить с ним, по-хорошему относиться к нему, прощать его в недостатке, не облегчать внимания. И тогда вы увидите самое лучшее. Ну как так же, как в этом мире тоже, во всем, который нас окружает. Как только мы начнем хорошее видеть человека, сразу отношение наладится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вы имеете право с ним, допустим, чуть на расстоянии быть или ближе, если он хорошо себя ведет. Все зависит от поведения. И даже самый отъявленный человек, который вообще не соображает ничего в отношении, ведет себя очень плохо, он и справляться будет. Вечнеподобную звуку не промчаться ли на нас. Просадили, дай мне руку, и в добрый путь счастливый час. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем. Если пойдем вдвоем, потому что если не пойдем, то Бог разочаруется нас обоих. Он же нас держал, значит, что это Бог держит. Он говорит, что ты меня держишь, я не хочу, как бы, я хочу уйти. Я говорю, да я не держу тебя, иди. А он не может уйти. Если, ну, ну, он держит, он говорит, я не держу, сам держит. А кто держит? Бог держит. Он не хочет, чтобы вы разлучались. Судьба мучает, а Бог держит. Но ведь счастье, почему он держит? Потому что счастье же есть. Оно существует в ваших отношениях, но вы им не пользуетесь. Вы не знаете, что вот прямо с этим человеком можно быть счастливым. Не знаете, у вас нет знаний. Потому что вы настаиваете на своем. Вы требуете счастья себе. А в любви надо отказаться от своего счастья для того, чтобы его получить. Нет другого способа. Нет других вариантов быть счастливым. И этот отказ от своего счастья, это и есть знание. Знание в этом заключается. Что всегда смело отказываясь от своего счастья в пользу близкого человека. Потому что делая близкого человека счастливым, ты... У тебя нет гарантии, что он это оценит. Ты нет гарантии. Он может оценить, если у тебя хорошая судьба действует. Ты можешь не оценить, если плагает. Но у меня есть один секрет. Вот сейчас его скажу. Если вы его запомните, можете с фестиваля ехать с чувством, что не зря съездили. Всего ради одного секрета. Вы когда хорошее что-то делаете близкому человеку, вы сразу же смотрите в сердце себе. Вы сделали хорошее сразу в сердце. И оценку не от близкого человека ищите, а вот отсюда оценку ждите. И если вы сделали что-то хорошее, и вот здесь вот вас оценило хорошо, значит, все нормально. Я так лекции научился читать. Знаете, лектора обычно смотрят на слушателей лекции и ждут от них оценки, и поэтому напрямь создаются в зале. А никогда от слушателей лекции не жду оценки. Я всегда смотрю вот здесь. Я читаю лекцию и смотрю. Вот ему нравится здесь, это здесь не я. Это он, Господь здесь живет в сердце. Это он оценивает. Если вы читаете правильно, говорите правильные слова близкому человеку, и Господь оценивает вас, вы чувствуете хорошо, то если близкий человек не оценит вас, вам будет даже смешно, что он не понимает то, что вы сделали. Не то, что вы будете расстроены, что он не понимает, а будет даже смешно, потому что здесь-то все нормально. Господь согласен с вами. Если Господь видит, что вы правильно все делаете, то больше вот эта оценка Господа самая высокая. Больше не нужно ничьей оценки. Оценка Господа самая высокая. Есть три источника, кроме сердца, еще три источника. Природа, добрые люди, друзья добрые. Это от Бога люди. Это не от судьбы. От судьбы это кто? Близкие люди. Это от судьбы. Поэтому Иисус Христос говорил, что врагами будут близкие ваши. А мы никак не можем понять. Это от судьбы, потому что могут стать врагами, потому что судьба так действует. От Бога друзья, добрые друзья, их надо искать. Вот когда человек много добрых дел делает, у него появляется много добрых друзей. Чем больше добрых дел он делает, тем больше добрых друзей. Бог дает людей, дает, 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 и они все появляются и помогают тебе, заботятся. Если нет добрых друзей, значит, ты мало делаешь, недостаточно для Бога. Одного доброго друга достаточно, чтобы тебя оценили. Вот ты хочешь оценки в жизни, не надо ждать оценки от близкого человека. От близкого человека оценка обязательно придет, когда ты победишь судьбу. Вот сначала она не будет приходить, потому что судьба тебя будет мучить, и она будет тебя испытывать, 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 испытывать. А ты делаешь правильно и смотришь в сердце. Делаешь правильно, смотришь в сердце. Делаешь правильно, смотришь в сердце. И в сердце говорит, молодец, молодец, молодец. Это называется самодостаточный человек. То, какой человек самодостаточный? Он всегда смотрит в сердце, как сердце оценивается. Вот это самодостаточный человек. Почему он уверен? Вот он, допустим, радуется тебе и уверен внутри, а ты, допустим, отворачиваешься, а он не обращает внимания. Вы знаете, тренируемся радоваться людям. Мы когда пробежки делаем в Москве, там, в других городах, мы бежим, и вот у нас такая договоренность. Вот человек идет мимо, любой человек, какой бы ни шел, мы всем говорим, доброе утро, и радуемся. И половина людей как реагирует? Они отворачиваются вот так, вот так смотрят. А мы все равно им радуемся. Некоторые люди, они гуляют по тому месту, где мы облегаем туда-сюда и встречаемся несколько раз. На третий раз он уже такой улыбаться начинает. На четвертый уже там, мы вот бегали в Москве тоже так, доброе утро, доброе утро. И потом один как разошелся, парень. Он стоит, мы назад бежим, он такой, ну, ждет нас, дождался такой, кричит, доброе утро! И вот так каждый раз он кричал, радовался. Помните, да, как он в Москве когда бегал? До сих пор скричал. До сих пор скричал? Он что, специально приходит, когда вы бегаете? Он просто по воскресеньям гуляет по утрам. Да? И все время кричит тоже, да? Радуется. В Самаре вообще был прикол полный один раз. Короче, мы бежим, мужик стоит, мы ему говорим, доброе утро. Он такой, доброе утро. Бежим назад, мы ему говорим, доброе утро. Он такой, так я же вам уже сказал. Прям как в анекдоте. Леонид Ильич, да? Христос воскрес, да? Спасибо. Леонид Ильич, Христос воскрес. Спасибо, мне уже доложили. Так и, так и это тоже. Говорит, я же вам уже сказал. И мы третий раз бежим, короче, он отошел в сторону, сказал, что она завидела, отошел и стоит в стороне, в пудрых болот. Скажем ему, доброе утро. Мы ему помахали ручкой, побежали дальше. Так он, мы бегали там же, час пятьдесят, и он час стоял в стороне, потом стоял-стоял, а мы всем доброе утро говорим, а ему нет. Он стоял-стоял-стоял, короче, подошел и такой изгодный-то рад. Что мы будем делать? А мы ему, доброе утро, и ему, он такой, доброе утро, пошел общаться, ну, растормозил за мужик. Классно же? И вот так постепенно, и вот так мы учимся радоваться близкому человеку, потому что люди все реагируют часто агрессивно сначала, а потом постепенно у них сердце доброта появляется, улыбаться они начинают. Понимаете, вот это вот первый удар такой, надо его научиться выносить радостно, смело, надо учиться не обращать внимания. Когда ты много-много людей с тобой радуются, а тебе ответили так грубо, ты не боишься все равно желать счастья, учишься смелости этой, в сердце не серчаешь. Понимаете, вот мы так тренируемся на пробежке, всем желать счастья, или вот рабочие, вот мы здесь бегали, видели рабочие, мы им говорим, доброе утро, да? Они такие, смотрят, а потом улыбаться начали, встали. Этот по тракторе вообще встал на дороге и смотрит, как он бегал. А у него выхлопные газы. Переживали счастья, короче. Он прямо на дороге встал и смотрит такой, радуется тоже. Никогда не радовались ему, а тут радуются. Вот. Попросили, чтобы он может стоять, только трактор увезешь или заглушил двигатель, чтобы газы бы не нашли. Белочки прибегают. Разок леса прибегал, он прибежал посмотреть на нас. Представляете? Белочки прямо бегают с нами, дорога перебегает там. Птицы летают с нами вместе. Вот мы в Питере бегаем, птицы прямо летят вместе с нами, вот так вот специально подлетают. Животные радуются тоже, птицы радуются. Люди реагируют с радостью. Так надо учиться любить. Любить это сложная вещь. Любить это не означает, что типа ты ко мне хорошо отнесся, я тебя тоже буду. Нет. Любить означает смелая жизненная позиция. Ты сам просто любишь людей и все, радуешься. Независимо ни от чего. И они потом благодарными становятся со временем. Один мужчина, он видел как его жена слушает мои лекции и все время спорил со мной. Она включала лекции и готовила на кухне. Он подходил и спорить начинал. То-то не так, то-то не так. Она улыбается, вообще никак не отвечает. Просто улыбается и все. И он спорил, спорил, спорил. И потом в Москве, он в Москве живет и час-два иногда надо ехать до работы, пробки и делать нечего. И он взял мои лекции, чтобы спорить было с кем. Он, короче, включал лекции, спорил мои. Потом разок едет, что-то не хватает. Лекции не хватает. Включил, начал спорить опять. И так целый год. А потом как-то раз и перестал спорить. Начал просто слушать. Начал все выполнять. И потом он мне рассказал эту историю. Не жена рассказала, а он сам рассказал. Так что, мои хорошие, все меняется. Все меняется. Надо просто продолжать идти вперед. Разок один мужчина. Я лекцию читаю в Москве. И сел, начал читать лекцию. Смотрю в зал. Мужчина серьезный. Заходит, идет. Я думаю, куда он идет. Он идет, идет, идет. На сцену заходит. Смотрит на меня. Такой взгляд серьезный. Я думаю, все. Жизнь закончилась. И он такой, дай руку. Я руку даю ему. Он такой, ну, спасибо тебе за жжену, мужик. Спасибо за жжену. Пошел. Это мощный, мощный человек. Учитесь. Вот поднимите руку женщины, которые вот начали вот так, дамы хорошие, вот пробовать себе. Есть такие из вас? Какой результат? Чувак? Ушел. Классно, да, получилось? А если ушел? А? А если ушел? Чего ушел? Ну, другое, это уже, чего тут уже, ничего не сделать. Ну, и как вот, скажите, как он, что, как он среагировать начал? Вот такой, дамы хорошие, да, вот, как я в лекции говорю. Вроде бы шутка кажется. Он в начале посередился, а не думал почему. Не почему, не почему, да? Да, да. Что значит, дамы хорошие, ты че вообще? Во-первых, я начинала... Черитовалась, что ли? Я же никогда ему не делала такого, чтобы там соглашаться с ним, всегда спорила с ним. Я всегда говорила, ну, почему он, когда ты вот не сделаешь по-моему, делаешь только по-своему? Ну вот, я не знаю, чего ему ответить. А потом пришел, вот я вас послушала как-то и, ну, стала соглашаться с ним. Смотрю, а это лучше, чем спорить с ним. Я все равно сделаю по-своему, но ему не говорю. Вот он мне говорит, а ты все равно делаешь по-своему. Ну, знал. Да, мой хороший. Я говорю, ну да, я говорю, а себе не сделаю, представляешь, результат совсем бы другим. Он говорит, ну да. Вот, потом что-то такое было, он говорит, да, мой хороший, все хорошо. Да, да, да. Просто есть одна проблема, это не только мужская проблема, а также женская. Вот женские желания никуда не денешь. Вот если, допустим, я чего-то хочу, то у меня желание постепенно садится, пожалуйста. У меня желание постепенно заканчивается. И их нет. И жена об этом знает. Она по этому потихонечку раз-раз, и все, я уже забыл. А вот женское желание никогда не закончится. И она его никогда не забудет. Женщина не может забыть своих желаний просто. Поэтому она может сказать, допустим, да, мой хороший, но все равно ей желание же осталось, его никуда не денешь. Ну, понимаете, как мужчина устроен? Он мужчина, запомните, у него есть зона принципа в жизни, зона принципа. Она очень скупая. Туда женщины никогда не лезьте. Если вы попали в зону принципа мужчины, там нет любви, там только сухость, скупость и черство. Все, там нет счастья. В зоне принципа нет счастья. И как не сталкиваться с этой зоной принципа мужского? Надо всегда с ним соглашаться. Вот соглашается мужчина, да, мой хороший, и у него сразу он из зоны принципа выходит и входит в зону щедрости. А зона щедрости у мужчины так устроена, что она состоит из исключений. Вот мужчина, если вы доказали мужчине, что вы послушная жена, он ради вас что-то хочет сделает. Он даже пойдет напротив своей воли, собственно, понимаете? Он сделает все наоборот. Для вас сделает, как вам надо, чтобы вы были счастливы. Потому что мужчина, когда видит, что женщина ради него соглашается даже на то, что она не хочет делать, и ей тяжело это все, и она ради него соглашается, и смело, честно, чисто, вот она, да, мой хороший. Она заходит в зону милости или щедрости у мужчины. Жду тебе подарить, кроме верной любви. Может, эту песню поет песню свою, может, звездную ночь, И веди ее свет. Для меня ничего невозможно нет. Как судьбу благодарить, что свела я с тобой? Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела я с тобой? Что тебе подарить Может тех жравлей Что уносят на юг Песню русских полей Может синий туман Может синий туман Может яблоки Может яблоки Ничего невозможного нет У меня когда было обвенчание по ведической традиции с женой Оно проходило в одном месте таком живописном на Украине и это под Днепропетровском И там сделали вот такой костер Как бы возливали масло в огонь Звечали молитвы ведические И как только это началось Сразу прилетел Аист Он никогда туда не прилетал Он прилетел И прямо сел там И смотрел на это все Аист Это очень благоприятный знак Как птица удачу приносит И Вышло солнце И на фоне солнца Начал капать дождик Это тоже считается очень благоприятным Когда солнце плюс дождь Светит Вот такие два знака Благоприятные Разбытия происходят И на самом деле Если мы настроены Что-то хорошее делать Доброе То Всегда Эти подарки в жизни будут И если женщина Она укротила Свои желания В пользу Служения мужу Хотя бы на время И просто Соглашается с ней Дамы хорошие Это шаг пропасть Потому что Она боится Чего она боится Что он Совсем будет угнетать ее Зажмет ее Превратит ее В рабыню Женщина всегда Это очень сильно боится Ей страшно Когда мужчина Требует Что-то хочет Мужчина Когда устанавливает Правила В жизни В семье Принципы Это его обязанность Он должен это делать Женщина Если она не хочет Но она говорит Да мой хороший Кивает головой Она делает Шаг пропасть То мужчина Просыпается С щедростью Он готов Для нее все У него вообще Нет проблем И надо просто Вот эту цену Заплатить Сначала Любви Но мы не платим То же самое Цена Любви Для Ну Мужчины Это Принятие Женщины Вместе С ее Эмоцией Вот если Допустим Ты Нежно Ласково К женщине Относишься А она Проявляет Эмоции И ты все Равно Продолжаешь Нежно Ласково Относиться Но как Это сделать Надо Просто В этот момент Когда женщина Выбрасывает Отрицательные Эмоции На тебя Это Перед Любовью Яд Сначала Сначала Яд Выходит А потом Счастье Всегда Мы же Говорили На первой Лекции Что Если хотите Близких Отношений Сначала Яд Выйдет Его Надо Переварить Потом Уже Будет Счастье Вот Когда Женщина Яд На тебя Выбрасывает Ты На Господа Сосвяточься Не на нее В этот момент Яд Пропусти А потом По-доброму Общайся Конечно Будет Казалось Что Ты На Минутку Как Будто Забыл Все А потом Опять Улыбаешься И Это Прекрасно Если Мужчина С эмоциями Женщина Принимает С ее Эмоции То Она Будет Очень Благодарна Очень Благодарна Потому Что Женщина Не знает Куда Свои Эмоции Девать Она Некуда Девать Но Она Не Может Взять И Куда Растворить Они Из нее Уваливаются И Они Конечно Для Мужа Всегда Это Тяжело Потому Что Женщина Жалуется Когда Это Всегда Очень Тяжело Непереносимо Непереносимо Фактически Но Если Мужчина Настраивается Надолго Он Не Берет На Себя Это Все То Тогда Женщина Очень Благодарна Становится Она Чувствует Защиту Потому Что Она Видит Что Ее Принимает Такой Какая Она Есть Приятно Даже Когда Тебя Принимают Такой Какая Ты Есть С Твоими Эмоциями Или Нет Хорошая Вот Эту Цену Надо Попить У Мужчины Есть Принципы И Если Ты С Ними Не Соглашаешься Ты Заходишь В Зону Жесткого Непреклонного Характера Мужа В котором Нет Ничего Хорошего В этой Зоне Нет Ничего Хорошего Если Мужчина С Женскими Эмоциями Не Соглашается Он Заходит В Зону Обиды Женской Как В Древней Культуре В Царском Дворце Вот Жена Не Имела Права Жена Царя Не Имела Права Ему Показывать Свою Обиду Но Так Женщина Все Рано Убежается Правильно Она Не Может Убежаться Поэтому В Царском Дворце Была Всегда Комната Гнева У Женщины У Каждой Женщины Была Комната Гнева И Если Двери Открыты Проходят Комнату Гнева Двери Открыты Там Жена Сидит Это Значит Что Она Обиделась И Это Опасная Ситуация Для Всего Царства Вот Поэтому Нужно Было Что-то Делать Чтобы Ситуацию Исправить Нужно Было Узнать Сначала Почему Жена Обиделась Потому Что Иногда Ты Даже Не Знаешь На Чем Она Обиделась Непонятно Совершенно Вот Поэтому Была Благодарна Цель Урадовалась Ему Но Иногда В комнату Гнева Входила Можете Тоже У вас Там Уголок Гнева Сделать Дома Ну Допустим Если Жена Сидит В уголке Гнева И Такая Улыбается Мужу Значит Что-то Не То Она Такая Нежно Улыбается Ласковая Значит Опасная Ситуация В это Время Надо Больше Доброты Больше Любви И Когда Женщина Зашла В уголок Гнева Или У нее Эмоция Она Вот То Как мужчина Должен Севести Женщина А Как Молиться И Бегать Как Мужчина Должен Севести Он Должен Капитулировать Он Должен Совсем Соглашаться Быть Ну Как В это В это В это Время Надо Совсем Быть Согласен И Неважно Вот Она Чего Она Говорит Там Она Может Говорит Всяких Глупостей Оскорблять Тебя Обижать А ты Соглашаешь Да Она Хорошая Да Она Хорошая Улыбайся Потихонечку Не сильно Согласен Совсем Все Правильно И Ну Как Учине Кажется Что Один раз Сказал Да Моя Хорошая Она Сразу Улыбаться Начала Ничего Не Вылет Почему Потому Что У женщины Очень Тугая Психика Она Медленно Выходит Из Своего Плохого Настроения И Поэтому Надо Подождать И Если Несколько Раз Повторять То Постепенно Все Меняется Я Прошу Тебя Простить Как Птицу Такой Подойдет Несмотря На То Что Я Неправа И Он Скажет Мне Я Прошу Тебя Так Классно Такой Благородный Я Люблю Простит Простит Или Нет Я Люблю Сказал Мне Ты И Несмотря Варит в саду цветы, я прощу. А вдруг цветы простить не смогут никогда? Витя не простила. Ну, как она? Витя очень поэтично. Я-то могу простить, а вот цветы в саду не простят. Это у вас поэтично должно быть отношение. Это же красивая шутка такая. Вот цветы, и поэтому я не прощаю. Потому что я-то могу, но цветы в саду не простят. Так поэтично. А? Намекает на цветы. Да, может быть и так даже, да. Вот. Витя, он уже опытным стал у нас. Знает, там служит, намекает. Жена научила. Он когда на первый фестиваль в Сочи приехал, еще неопытный был. Жена на него жаловалась, а сейчас уже не жалуется. Да? Важно тоже с тещей строить отношения. Что? Жена, когда ей плохо, она к кому бежит? К маме, да? А у тебя с мамой хорошие отношения. Ну, так ей некуда бежать. От меня жена ушла вот тогда. От меня жена ушла навсегда. Сколько в жизни я потел от потей. Сколько в жизни я терпела теперь. Слушай, тёщи, друг, родной, помоги. Ты пойми, что мы с тобой не родим. Поза в кору, если не брать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Поза в кору, если не брать, мы родим. Со всей душой, валь, скажи. Слушай, тёщи, друг, родной, это вальс. Я его сейчас играю для вас. Но теперь чарочку вина все прощу. Эх, услышу, слышена, как грущу. Слушай, тёщи, друг, родной, это вальс. Ну и так далее. То есть, вот это тоже последующий ход, понимаете. Но у меня вот нет с тёщей проблем вообще никаких. Она как меня видит сразу. И всё. Вот так. Очень любит, уважает, ценит. Они с мамой вместе, у них одинаковый возраст. Вот. У меня мама меня родила в 17 лет. Поэтому я, когда она работала в школьной столовой, работала за производство, уже как-то летом даже, летом в 30, наверное, она уже стала за производство. И мне, когда я была 23 года, я, ну как, евреи быстро созревают, мужчины такие становятся взрослыми, я пришёл к маме. А женщина, наоборот, маложала так выглядит. Я пришёл к маме, ну она на 17, ей не 23, ей сколько получается? 40. И, ну, женщина в этом, у неё в столовой, говорит, Аль, познакомь нас с твоим братом. Мама говорит, да это мой сын. Они такие, опадок. Вот они дружат. Они сначала соревновались с мамой. Кого надо больше любить? Они приезжали на фестиваль, и, допустим, надо, ну, кому я первому из них первый цветок дам? Вот они смотрели, соревновались. Зачем скорее стали соревноваться? Они уже такие, по-доброму настроены друг к другу. Счастье испытывают отношения, любят друг друга. Вот. Но бывает, что тёща ревнует. Когда дочка любит мужа сильно, тёща начинает ревновать. И надо её тоже радоваться и шутить с ней тоже. Всё то же самое. Видите, как песня поётся? А я, как бы, всё равно, тёща, говорит, тёща недовольная, а ты всё равно радуешься. И так постепенно побеждаешь судьбу. Не напрямую, так через тёщу. И так же в противоположной ситуации, как у меня, допустим, вчера была консультация, и женщина возвращалась в семью. Вот это показательная история очень, что она нашла себе наставника, в кавычках. Вот. Это очень и очень опасная ситуация для всех женщин. Когда женщины духовной практикой начинают заниматься, они же очень доверчивы по природе. И начинают наставление у кого-то слушать. Вот она начала наставление слушать, и попала вот в это... Ну, попала под влияние человека. Женщина иногда попадает под влияние. И потом влюбилась в него. И в результате потеряла мужа, ну, разрушила свою семью. И потом, когда она поняла, уже было поздно, уже муж не хотел с ней жить. И сейчас она консультацию берёт и говорит, я хочу к мужу вернуться. И муж не хочет с ней жить. У меня там уже другая девушка. И мы начали... Я изучил всё и увидел, что единственный путь к мужу, это через его маму. У них до разлуки с мамой были очень хорошие отношения. И потом мама, когда узнала, что произошло, она, конечно, не усиленно обиделась. И я говорю, всё, идите вот к маме, раскаивайтесь там, идите вперёд в отношении с мамой. И вот мы разработали такой план. Если она с мамой установит отношения, её сердце сразу начнёт расплавляться. Он начнёт вращать потихоньку. Вот. Такой вот мы разработали план. Возвращение в семью. И так вот потихоньку изучать. Вот, допустим, отработали одну вещь. Вот данную хорошую отработали. И увидели, как мужчине нравится, как он начинает ценить это, начинает щедрость проявлять в жизни. Дальше идите вперёд. Смотрите ещё, в каких зонах вы можете. Всегда, когда ты делаешь шаг сильно вперёд, всегда надо знать, что ты будешь делать, когда придётся делать шаг назад. Вот, допустим, да, мой хороший, а вдруг он не оценил этот твой подвиг. Ты, допустим, да, мой хороший, а он говорит, ну вот видишь, как надо. Так можно отвечать или нет? Нет. Надо ценить сразу, благодарить за такое поведение женщине. Не надо её укорять там. Или, допустим, жена подходит, говорит, прости меня, пожалуйста. Что надо говорить? Прощу. Прощу. Три. Три балла. Ты меня прощу. Ты ни в чём не виновата. Уже вот это уже пятёрочка. Ни в чём не виновата, а просто ты говоришь, да, я как отвечаю. Ну, естественно, пять баллов. Я ей говорю, а за что? Чё случилось? Ну, и она там, ну, как бы, там пузырей напускала, конечно, у меня уже всё вот так. И она, прости, а я не делаю вид, что всё нормально. И потом она приходит, говорит, прости меня, я неправильно поступила. Говорю, так, блин, вот, как у нас ситуация была, я вам рассказывал же, про как она прилетела из Минска. Нет? Вот. У меня жена там провела ретрик прекрасно, там, с женщинами. Ну, 4 часа лета, естественно, она устала. Вот. Прилетела из Минска, а она не дружит с интернетом, не любит, вот, что-то там. А в аэропорту тоже не включился. У меня на телефоне нет, интернет в аэропорту не. А те, кто встречают, её должны были созвониться, с ней, чтобы заехать потом в аэропорт, чтобы не стоить там, не платить за стоянку. Вот. Я уже спать лёг, сплю уже, слышу звонок. Думаю, брать, не брать. А у меня специально голосовой стоит, и там звучит, жена. Я такой думаю, это опасно. Я во сне, короче, раз, короче, беру трубку. Она, меня никто не встретил. Я говорю, ну, ты позвони нашему секретарю, она не берёт трубку, я звоню, она тоже не берёт трубку, спит. Я говорю, ну, что теперь нам делать, что можно сделать? Она такая, ааа, ты меня не любишь, ты должен что-то сделать. Я такой, я говорю, ну, сейчас, 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 сейчас буду что-то делать. Такой положил трубку. только проснулся, и я думаю, что делать, что делать? И это, звоню, я говорю, ну, надо как-то тебе, может, сим-карту другую купить, интернет как-то включить, может, в аэропорту, ну, чтобы, чтобы созвониться. В ответ, пи-пи-пи-пи. Она, все, капец. еще один звонок, и мы уже, разобьет телефон. Вот. Ладно. Лежал, думал, 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 так у меня же есть телефон, кто может встретить? Может, они не спят еще? Позвонил точно, они ее встречают, просто не знают, что ей надо на телефон звонить, она мне на ватсап звонит, нет сигнала, значит, думает, еще не прилетел. Она уже прилетела, там, в аэропорту, я говорю, так она прилетела, да и на телефон позвоните, ну, с ними все сворилось, и это, ну, все, она едет уже в машине, и опять заснул, такой, сплю. Звонок такой идет, я думаю, да, блин, я же сплю. И опять, жена, и она говорит, прости меня, пожалуйста. Я думаю, за что я прощаюсь, что так все случилось? Я плохо тебе сказала. Я говорю, ты прилетела, четыре часа летела, вообще устала. Ну, конечно, эмоции, конечно, ты устала же, все нормально, ничего, вообще, это нормально себя вела. Я бы, наверное, если бы столько полетел, хуже бы сказал. Она говорит, ну, ладно. И какой результат? Благодарность сердца, благодарность увеличивается. от этого. Если ты, как бы, вот так себя повел, то один раз выдержал гнев, второй раз, ну, не обратил внимания, не сказал, за что прощаюсь? Если сказал, да, ты считаешь, вот ты всегда виновата, ты, да, так, тогда она больше никогда прощения просто в жизни просить не будет. Она будет подумать 10 раз, прежде чем у тебя обращения просить. Поэтому, вот, ну, то есть, следующие пальчики, как бы, заработали в отношениях. И так постепенно идти вперед, изучать, как еще можно сделать, чтобы близкий человек был счастлив. И чем больше вы его делаете счастливым, тем меньше опасных зон в вашу сторону уже будет. Есть вещи, когда, ну, есть вещи, когда муж или жена, ну, не может человеку, вот он, не может через себя перешагнуть. Какие-то вещи придется привыкать. Где-то бзик у мужа будет, где-то бзик у жене, у жены. И здесь надо просто, ну, как бы знать, что с этим ничего не сделаешь, а просто, просто вот не обращать внимания, на тормозах спускать и все понимать, что не хотел человек, так получилось. вот если, допустим, у вас маленький ребенок, там, допустим, ему один год, и вы его приучаете к туалету, да, ну, там, два года, допустим, приучаете к туалету, и раз, запахло что-то от него, запахло, ну, обкакался, что будете злиться на него, скажете, что у тебя в штанишках, он скажет, ничего, мама, ничего, все нормально, да, так скажете, вот, вы ему вытерете попу, вот, и все нормально, вымоете ему, и все, и как бы нормально, но так же взрослым человеком надо, обкакался иногда, ничего страшного, попу помыли, пошли дальше жить, а вы слишком серьезно относитесь друг к другу, понимаете, ну, мы же все как дети, на самом деле, жена пристелила, допустим, ничего страшного, муж, допустим, вошел в зону гнева, да, принципов, мужчина заходит, женщина заходит в зону истерики, а мужчина заходит в зону принципов, теперь, когда семья точно разваливается, знаете, когда женщина не хочет из зоны истерики выходить, а мужчина не хочет выходить из зоны принципов, значит, это все, опатовая ситуация, дальше уже ничего не будет, Или они оба, или кто-то из них выходит из этих зон, потому что эти зоны глухие, там нет отношений. Ну и, конечно, бывают мудрые слова в песни, которые учат нас, как правильно. Не обижайте любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны. Помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью безлимою, нитью безлимою наши любимые. Нитью безлимою, нитью безлимою наши любимые. Помнить надо об этом. Вот, допустим, закрываете глазки и проверяете ниточку между вами. Как вы думаете, вот как я сейчас смотрю на жену, что я вижу? Вижу светлую память, чистоту такую, чистая связь. Чистая светлая память. Вспоминаю, как мы первый раз встретились, увидел чистоту, вот эти глаза. Так, все, ничего не поменялось, все осталось. Чистая связь, чистая память. Вы что вспоминаете? У меня обиды. Тоже значит, загрязнилась связь, нечистая. Очищайте. Очищайте от обиды ниточку свою. Это значит, между вами уже как? Вы не сможете уже выяснить отношения, понять друг друга. Если вы чувствуете близкому человеку неприязнь, отвращение, это значит, ниточка уже воняет между вами. Это значит, нужно славить Господа, молиться Ему. И первая стадия спокойствия в сердце, такая вторая стадия, чистая память уже должна пойти, это тогда надо Бога подключать. Через молитву тогда надо очищать связь. Потому что, если связь грязная, вы не сможете хорошее отношение строить, потому что у вас в сердце всегда будет оставаться осадочек, что бы вы близкому человеку не сказали. Поэтому ниточка должна быть чистая, хотя бы с вашей стороны, потому что ниточка из двух половин состоит. Одна с ним связана, половинка другая с вами. Хотя бы свое очистите со своей стороны, чтобы чистая память у человека была. Или более-менее чистая память. Тогда можете шутить, смеяться, потому что у вас все в сердце чисто по отношениям не скручивает. Понимаете? Но если у вас неприятное чувство, значит, вы не сможете нормальное отношение строить. Потому что ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью. Вот этой вот нитью, которую надо очищать. Держать ее в чистоте, эту нить. Светлая память должна быть у близкого человека. Неприятные чувства. Иногда к астрологу приходят, накопили сами неприятные чувства. Но астролог, понятно, он деньги зарабатывает. Он говорит, да, у вас несовместимость. Я так и знал. Один, в Индии один мужчина полюбил женщину. Пошли всегда к астрологу сначала. Пришел к астрологу, ему говорят, у вас полная несовместимость. Но он полюбил, она его любит. И она еще не знает его паспорта, не знает его данные рождения, он узнал. Полная несовместимость, шансов нет, чтобы родители одобрили. Ну, то есть, шансов нет вместе. Полная несовместимость. Все, никто не согласится. Он взял, пошел, поменял дату рождения себе. Паспорт новый сделал. Нашел такую дату, чтобы была полная совместимость идеальная. Что вы на ус мотаетесь? И она его спрашивает, а ты можешь свои данные дать? У меня родители спрашивают, чтобы проверить, как у нас. Он говорит, да, пожалуйста, данные дал. Вот они ставили гороскоп. Прошло 30 лет. И жена говорит мужу, у нас тяжелая с тобой была жизнь, но мы сохранили семью, у нас сейчас все так классно. Он знает все благодаря чему. Он будет благодаря чему? Благодаря тому, что у нас хорошее совместилось. И он показывает свои старые паспортки. Понятно? Не смотрите в гороскоп. Смотрите в свое сердце, учитесь строить отношения по сердцу, а не по каким-то там заключениям. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия, да? Поэтому не надо тогда к этим астрологам ходить за тем, чтобы узнать что-то плохое в отношении. Это все неправильное мышление просто. Итак, кризисы это нормальная вещь. Бывает, плохая судьба приходит еще. Проходит чувство любви от близкого человека. Холод прям. Холод возникает. Почему такое? И люди думают, все, значит, мы не совместим. 20 лет жили, вместе совместим. А тут холод пришел, значит, мы. И люди забывают, что все нормально было. Они думают, у нас никогда не было любви. И вот такие интересные приколы, как бы, возникают в голове. Надо ждать. Плохая судьба не действует долго, там, годик-полтора, и опять будет нормально. Но если люди не хотят ждать, значит, они расходятся. Ледяной горою аэксперт из тумана вырастает. И несет его течение по бескрайним по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. А я про все на свете с тобою забываю. И я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под черною водой. И все твои печали под черною водой. И все твои печали под черною водой. Какая зверка в океане. Это судьба прям действует. Человек не хочет, просто у него холод внутри. Он не любит, нет счастья. Такое может быть. И если люди верны друг другу, они на Бога в это время концентрируются, для Бога живут, счастье от отношений с Богом, с людьми испытывают. И потом проходит время, и опять тепло появляется. И все нормально. Кто из вас за холода вот этого расстался с близким человеком? Поживели потом. Прошел же холод, потом тепло появилось, и все. И поезд уже ушел. Мы разок в Ростов ехали с Максимом. И прямо у нас из Ирска, где мы живем, поезд в Ростов. Классно, никуда ехать не надо. Но он там минуту всего стоит. И подходит поезд. И там, как бы, я говорю, наш Максим поезд. Он говорит, что-то тут написано, у нас там, у нас Ростов-Ирске, а там написано Питер, там, и что-то еще. Говорит, наверное, нет. И пока думали... Я говорю, Максим, это наш поезд. Он говорит, да. Ну все, поезд ушел. Мы сначала в Краснодар попилили, потом оттуда в Ростов. В общем, веселая жизнь началась. А все было сначала хорошо. Но поезд ушел. И вот в этот момент поезд ушел. И когда он... Ну, как бы, я уже понял, он еще медленно идет. Но он уже пошел. Понимаете? А мы с чемоданами. И уже не запрыгнешь. Уже все. Поезд ушел. Вот это я понял в этот момент, что такое поезд ушел называется. Но это просто поезд, понимаете? А если твой муж нашел себе другую, а ты поняла, что у тебя дети с ним, что ты его любишь, оказывается, вдруг. Вот тут уже, блин, это уже не поезд ушел. Это прямо очень конкретно. Да? Прямо как-то не хочется даже думать в эту сторону. А вот люди так глупят. Поэтому, мои хорошие, вы это... Не поддавайтесь на провокацию. Вот на этих всех. Какие у вас вопросы по сегодняшней мере на тени? Да? Летина, ночевое почтение. Вы рассказываете в основном про взаимоотношения мужчины и женщины. Это же примитимо также к близким родственникам. Там, родителей, сестры, братья, тети, дяди. Ну, просто разные варианты. Допустим, к родителям надо уважение. Вот такое. Есть разные отношения. Надо, во-первых, понять и мужчине, и женщине. Что мужчина и женщина – это равные отношения. Не важно, какая разница в возрасте. Равные отношения, понимаете? Это значит, что женщина добровольно мужчину считает, что он старше, умнее. Она должна так считать, кстати. Вы знаете об этом, женщина? Должна на мужчину так смотреть, как будто он лучше все понимает. Мужчина лучше все понимает. Да. Мои хорошие. Я так и знал, что мужчины выкинь и вытеблетят. Нет, конечно, нет. Просто женское мнение, женское мнение, оно более такое хрупкое. Оно не навязчивое. Но у женщины чувство истины очень сильное. У мужчины слабее чувство истины, но его мнение сильную природу имеет. Твердую такую. И поэтому нужна гармония. И гармония в чем заключается? В том, что мужчина, как бы он не хотел, лучше к жене прислушиваться. Понимаете? Прислушиваться к жене, учитывать ее мнение. И это называется равное отношение. Жена сказала свое мнение, а дальше хочешь в омут, лезть в омут. Нужно, чтобы был шанс. А если мужчина женщину не слушает, то шанса у него уже нет. Потому что жена – это сердце мужа. А муж – это разум жены. Когда жена слетает с катушек, то муж поможет. А когда мужчина чем-то увлечен в жизни сильно, у него есть твердое убеждение, тогда сердце жены помогает. А жена тогда может помочь не влететь серьезно в проблемы. Жена, когда у жены эмоции, когда эмоциональная такая неравновешенность мужчина, если она слушает мужа в это время, она тоже гарантированно идет правильной дорогой в жизни. А если мужчина сильно увлечен, он не эмоция, он хочет что-то делать, у него есть сильное желание, вот на этом сильном желании судьба всегда работает. Если у мужчины есть сильное желание в какую-то сторону, где сильная убежденность, и у жены нет сильного желания, у нее есть ощущение, она с сердцем чувствует как правильно. У женщины это ощущение очень сильно развитое, не как у мужчины, очень сильно. Поэтому, видите, на лекции больше женщины ходят. Что женщины тянутся к истине, они чувствуют истину, они тянутся к ней, но им трудно все поменять в жизни. Они вот чувствуют как правильно, а поменять все им очень тяжело. А мужчины, они не чувствуют так как женщины истину, но менять им легче. Мужчина если поймет как правильно, он дальше все сделает как надо, у него есть силы для этого. Женщине легко понимать как правильно, но ей трудно так делать, так жить. В этом разница заключается, потому что гармония в чем заключается? Если мужчина слушает, прислушивается к жене, называется равное отношение. А женщина уважает мнение мужа. Мужчина прислушивается, женщину уважает, означает гармония. Если мужчина считает только свое мнение правильным, он в очень опасной ситуации. Если женщина не прислушивается к мужу, но не слушает мнение мужа, не уважает его мнение, то тогда очень опасная ситуация. Поэтому нужно сотрудничество. Тебе не хочется слушать близкого человека, а надо. Надо жить в соответствии со знанием, а не в соответствии со своими желаниями. Это равное отношение. А есть отношение со старшими. Это другое совсем. Вот, допустим, один человек ко мне подошел, говорит, блин, я знаю, как правильно в компании действовать. У нас компания разваливается. Я не могу это объяснить моему начальнику. Он ругается на меня, говорит, ты постоянно бунтуешь. Как мне помочь компании? Я говорю, для этого надо обращаться к нему как к старшему, а не как к равному, и тем более не как к младшему. Он говорит, как мне объяснить, как мне обращаться к старшему с вопросиком. Он говорит, как вы какое объясните? Я говорю, подходите и говорите. Вот объясните мне, правильно это или нет. Вот есть такие вот мнения, может быть они неправильные. Я не знаю, что вот лучше нашей компании вот туда, вот в эту сторону идти. И начальник как скажет? Конечно нет, конечно в эту сторону. А вы скажете, ну они знаете, как аргументируют? Они аргументируют, что вот так-то, так-то. Да, интересно, интересно. Вот, надо подумать. Понимаете, уже хорошо, что человек задумался просто, и то хорошо. Понимаете? Ну то есть, если ты с позиции младшего говоришь, ты не навязываешь свое мнение, а спрашиваешь, вопросы задаешь. С позиции младшего, старший начинает тогда думать в своей голове. А если ты просто утверждение делаешь, то он даже думать не будет. Точно так же с родителями. Яйца курицу не учат. Понимаете? Понимаю, согласна абсолютно. А если, например, младшая сестра пытается меня учить, то есть соглашение, ну как выстраивать отношение Анатоли Ивановны с младшими? Потому что именно в этом пробел. Чуть-чуть на дистанции надо. Она вас пытается учить, надо, ну не спорить с ней, чуть-чуть на дистанции. Если вы соглашаетесь с ней, то вы соглашаетесь на эти отношения, в которых все разрушается. Потому что вы старшая сестра, она не может быть равна для вас. Понимаете? Вы просто не соглашаетесь. Бывают отношения есть между родственниками, бывает их нет. И родственники страдают, когда их нет. Но вам есть за что страдать. Вы выстраиваете отношения по-доброму. А она страдает из-за своей глупости просто. И глупость, когда это закончится. То есть вы просто не приближаетесь к ней. Вы по-доброму, хорошо, хорошо, я подумаю об этом. И есть товарищ командир, а подумаю, хорошо. И дистанция дальше. Не общайтесь с ней. Спасибо. Вот когда она обратится над нами, тогда сразу вы включаете, благодарите ее. Дело в том, что у нас отношения, она очень много меня предавала. А тогда вообще дистанция. Значит, она не может любить. Нет у ней, ну как бы, возможности. Благодарю. Видите, вы плачете, потому что вы хотите отношения с сестрой. А надо заменять их всегда на отношения с Богом. Если судьба плохая в какой-то зоне, тогда на отношения с Богом надо заменять. Потому что мы здесь одни, по большому счету. Мы не всегда можем взаимность иметь. Иногда приходит время, и надо от Бога искать счастье. Но нужно учиться чувствовать Бога в сердце. Люди, когда они чувствуют, они живут очень плохо. Им тяжело, они некому руку подают постоянно. И для этого и в храм люди ходят, и со священниками общаются, и со старшими духовно общаются. Для того, чтобы через них как-то почувствовать Бога. Это самая большая ценность. И когда человек чувствует Бога, он тогда чувствует и любовь человеческую тоже. Он начинает понимать, как жить. «Все начинается с любви», — сказал мне Скорсу не монах. А я тогда не понимал и рисовал в других тонах. Но он мне все же пояснил, чтобы я краски не скучал. Я так хотел его понять, и скейт почаще посещал. Он говорил, цени людей, ведь в каждом образ Божий есть. Просящему всегда подай, когда он просит на поесть. Ты руку помощи не прячь, всегда подставь свое плечо. Утри слезу, где слышишь плачь, молись почаще горячо. Он говорил, ты не гордись, ведь сам Христос смиренным был. Когда поносит, ты не злись, тогда уляжется твой пыл. Он говорил всегда терпи, ведь претерпевший лишь спасется. На зло всегда отдай добро, отдав не жди, когда вернется. Еще сказал бесстрастным будь, ведь в мире это мы лишь гости. Готовься к небу каждый день, а смерть придет, и скинем гости. Не прилепляйся ни к чему, живи всегда в одно дыхание. Ты видел мощи у святых, там Божье лишь благоухание. Он говорил, не забывай Творца за все благодарить. Ты сердце Богу лишь отдай, и будешь в вечности с Ним жить. К этому надо стремиться. Это наша цель. Ну и соответственно, видите, все, что здесь говорится, это все очень трудно. Это все через какой-то ужасный надо пройти обрыв, чтобы дойти до этого ощущения. Но когда доходишь, ты экзамен свой сдал, следующий экзамен, следующий. И так постепенно мы становимся счастливыми. В прошлой жизни вы в возрасте 26 лет очень сильно обидели свою младшую сестру или брата, я не могу сейчас точно сказать. Очень сильно обидел, он несколько лет страдал, плакал. Из-за этого мы сейчас получили вот такой вот результат. Я согласна, у меня есть такое ощущение, что вся семья моя кармическая и что-то. У меня просто уже инфалит думал, что такая мысль, что в прошлой жизни я так обижала уже. Обижали, да, родственников обижали, да. И сейчас отрабатывать это нормально, но не надо ничего ни о чем жить, жалеть. Вот. Надо идти вперед в жизни и все тогда правильно будет. Это важно. Важно не жалеть. Важно просто понять, что мы живем для знания. Ну то есть, что-то поняли и слава Богу. Я шел в ветра наугад, ломаясь жизненный грудь. И только промахом была, и что уже... Я не дружусь на саду, Ночью веселую пустоту, И женщину не уйду, И все уже... Я не жалею ни о чем, А все в фунтанке потом, А то, что будет нас трудом, В том метанозе. Я не жалею ни о чем, А все в фунтанке потом, А то, что будет нас трудом, В том метанозе. Я знаю, ты мог наверняка, Куда вычет судьбы века, И шел в тебе издалека. И что уже... Ты стала в сердце первой, И в новых рыбах для гостей, 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 Я не жалею ни о чем... Самое главное, жить честно, выполнять свой долг, Никогда не предавать близкого человека, Идти вперед. Что получается, ничего страшного. Предали тебя, не жалей. Потому что кроме... Люди сосредачивают нас на предателей, Думают о них постоянно. А кроме предателей же куча друзей, Чего ты о них не думаешь? Ты думаешь все время о том, Кто тебе плохо сделал. Целыми днями думаешь только об этом человеке. Чего ты не думаешь о тем, Кто тебя хорошо делает? Вообще-то они больше достойны твоей памяти. Вот и вспоминай те, Кто тебя хорошо делает. Хоть эта память, Она не такая естественная. Естественно думать о том, Кто тебя предал целыми днями. А надо думать о тем, Кто тебя любит. Знаете, почему мы так сильно страдаем, Когда близкий человек уходит из жизни? Вот какая основная мысль? Нет, основная мысль такая. Почему я тебе не улыбнулся тогда? Почему я не простил? Почему я не сказал добрые слова? Почему я не пришел к тебе? Почему я не сделал то, Чего ты хотел? Теперь я уже этого сделать не смогу. Вот какая основная мысль. Запомните. Мы сожалеем о том, Что не додали любви близкому человеку. Вот какая основная мысль. Из-за этого все страдания. Так как, если чтобы не сожалеть, Так возьмите и додайте сейчас. Кто вам мешает? Вот смелость. Нужна какая-то смелость. Сказать близкому человеку добрые слова. Знаете историю? Один сотрудник, Один начальник своему сотруднику дал значок «Ты мне нужен». Помните историю? «Ты мне нужен». «Ты мне нужен». И сказал ему, «Ты, пожалуйста, передай, ну, какому-то для тебя близкому человеку, с которым нет отношений». И у этого сотрудника не было отношений с сыном. И он ему говорит, «Сынок, вот тебе значок там написано, «Ты мне нужен». И сынок ничего не сказал сначала. Потом пришел и говорит, «Папа, я хотел жить самоубийством». Близко такой же. Но я передумал. Я не ожидал, что я тебе нужен. Понимаете, о чем речь? Мы всегда возле черты ходим какой-то. Надо стараться смелее быть в отношениях. Близкий человек ждет от тебя любви. Да, он не знает сам, как любить правильно. Он сам делает глупости. Но ты же знаешь. Иди вперед. И Бог тебе в помощи. Дальше вопросы? Ваш вопрос, да? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, а как младшего про счастливого ребенка? Так, чтобы он не повторял поступков, которого она просила прощения, но потом опять делает то же самое? Ну, потому что у нее есть судьба. Она будет тысячу раз делать то же самое. У нее же есть судьба. Почему думать, что она не будет делать то же самое? Вот, допустим, вам тяжело вставать в постели двух детских, тяжело просыпаться. И вам до сих пор тяжело просыпаться. Вот что бы одно и то же делать то же самое? Только раз. Уже пора просыпаться легко? Я еще встаю. Ну, я встаю рано, но тяжело, да? Чем моя хорошая? Вы так не поменялись. Почему вы так раз и нелегко не встаете? В чем проблема? Не знаю. Потому что не так-то просто все. Поэтому не обвиняйте вашу дочку. Она идет, она старается, она хорошая девочка. Может, я неправильно прощаю, как ты слишком быстро? Нет, просто вы не понимаете, что жизнь меняется медленно. Надо просто выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтобы порой от жизни получать радости, скупы и телеграммы. Надежда. В реанимации лежали трое. Вера, надежда и любовь. Надежда умерла после.